Туастрейт Юрнал, США Чпектакль Мюллера провалился Редакционная статья Туастрейт Юрнал, США 25 июля 2019 года Единственный человек счастливее Дональда Трамп во всем Вашингтоне Это Нэнси Пелоси Несмотря на все протесты спикера Палаты и представителей Группа по импичменту рассчитывала Что слушание по докладу спецпрокурора обеспечит необходимую поддержку Но больше похоже, что они окончательно испустили дух За те часы, что длились слушания перед судебным и разведывательным комитетом Палаты представителей Господин Мюллер не сказал, по сути, ничего нового Демократы лезли из кожи вон, чтобы вложить ему в уста свои тирады о препятствовании правосудию и сговоре Трампа с Россией Однако Мюллер придерживался основных положений своего 448-страничного доклада Он даже отказался зачитать выдержки из него, лишив демократов эффектных цитат для телерекламы Демократ Тетлию, Тетлию, Калифорния, попытался было запутать Мюллера, чтобы тот признался, что предъявил бы Трампу обвинение Не будь тот действующим президентом Это высказывание некорректно, поправил его Мюллер Как сказано в докладе, и как я уже отмечал раньше, мы так и не установили доподлинно, совершил президент преступление или нет Мюллер также отказался отвечать на расспросы республиканцев Почему он не расследовал до конца историю о якобы имевшем место сговоре Трампа с Россией, включая досье Стилла, на основании которого был выдан ордер на слежку за советником из штаба Трампа Мюллер заявил, что эти вопросы выходят за рамки его компетенции, хотя главным предметом расследования было именно российское вмешательство Вероятно, Мюллер не захотел бросать тень на деятельность ФБР, которым руководил более 10 лет, с сентября 2001 по сентябрь 2013, примечание Перев Как всегда, худший момент пришелся на выступление председателя комитета по разведке Адама Шифа Адам Шиф, в этом смысле на него всегда можно положиться Он развел демагогию, обвинив господина Трампа в не просто преступлении, а не много не мало государственной измене Коль под руками нет фактов, наводи тень на плите и не бросайся общими, бессодержательными обвинениями Шоу оказалось таким провалом, что даже удивительно, как это демократы решились выставить Мюллера на всеобщее обозрение Они же знают о его медлительности, а теперь его заикание и путаные речи услышали все Демократы рассчитывали, что, делегируя расследования по импичменту господину Мюллеру, произведут столь желанный драматический эффект Но вместо этого они лишь оконфузили Мюллера, и сами разбили свои мечты об импичменте Но хотя бы госпожа Пелоси довольна Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...